Кукла Здравствуйте! Сегодня я вам покажу, как можно сделать вот такую куклу на руку для вашего малыша. Эта кукла помещается в ладошку. И с ней можно ходить на прогулку, с ней можно спать, с ней можно играть, разговаривать и даже купаться в ванной, если вы заклеите глазки лаком для ногтей. Чтобы сделать таких куколок, вам понадобится обыкновенная карточка экспресс-оплаты, она будет служить нам выкройкой, белая рубашечная ткань, синтепон, совсем немножко, белая вата медицинская, белая пряжа, белые нитки. И чтобы раскрасить наших куколок, нам понадобится бесцветный лак и яркий лак, ну конечно же ножницы, две гелевых ручки, красная и черная, кисточка для румян и сами румяна, зажигалка и тесемочка. Начинаем с раскроя ткани. Карточка это одна сторона туловища, поэтому чтобы сделать две стороны туловища, естественно, нам нужно два раза ее обвести. Ножки краятся из половины этого пространства. Значит, чтобы сделать две ножки и две ручки, нам нужно еще раз обвести. И вот мы четыре раза обводим нашу карточку. Я продолжу еще пятый раз, чтобы у нас получилась ровная полосочка. Теперь отрезаем, отступив 5 мм от черты. Этой полосочке нам будет достаточно, чтобы шить одну куколку. Теперь мы отрезаем четыре раза. Первый раз можно по карточке, а второй раз и третий можно прямо уже по отрезанному кусочку ткани. Ножницы должны быть хорошими, чтобы у вас края не махрились. И вообще приятно работать с хорошими ножницами. Вот у меня получилось четыре одинаковых прямоугольничка. Два из них я откладываю, это будет тело. А два из них я поделю пополам. Для этого я просто перегибаю полосочку, прижимаю ее пальцами и посерединке разрезаю. Это будут ножки. Это будут ручки. Сначала мы сшиваем каждую полосочку, перегнув ее, вот по этой красной черте. Для шитья мы берем тоненькую иголочку, потому что детали у нас будут тонкими. И если взять толстую иглу, то она может просто разрушить вашу ткань. Вот сейчас я начинаю и шью машинным швом. При желании это можно сделать и на машинке, но тогда получится немножко грубее. На руках получаются очень нежные швы и нежные ручки. Если будете эту работу делать в присутствии вашего ребенка, то, конечно же, для него вы станете волшебницей и феей. Потому что из-за обойкновенной болоски ткани сделать куколку, это, конечно же, чудо. Обязательно в конце мы делаем узелочек, хорошенечко его закрепляем, чтобы у нас не распустились наши швы. Так, вот получилось 4 вот таких полосочки прошитых по краю. Теперь я их выворачиваю. Я беру ножницами уголочек свернутый и начинаю пропихивать его очень аккуратно вот такими вот партняжными ножничками. Они даже вот иногда говорят, что и парикмахерские, но удобно везде. Вот, получилась такая вывинутая ручка. Все остальные выворачиваем по такому же принципу. Некоторые выворачиваются чуть легче, некоторые чуть труднее. Но я уверена, что если вы будете стараться, все у вас получится. Вот. Просто не нужно торопиться. Делать нужно это с любовью. Предвосхищая, какая у вас получится замечательная куколка. Начинаем сборку куколки. Сейчас мы будем приметывать правую руку. Нужно ее расположить так, чтобы шов был с правой стороны. Укладываем ее на прямоугольничек, который лежит на столе лицевой стороной к нам, а вот та сторона, на которой нарисованная, к столу. Укладываем эту ручку не прямо от угла, а отступив один сантиметр. И закрепляем руку вот в этом положении двумя или тремя стежками. Эти стежки закреплять не стоит узлом, потому что потом мы их вытащим. Вот у вас должно получиться вот так. Теперь прикрепляем левую ручку. Мы берем полосочку к себе, разминаем ее немножко и укладываем так, чтобы шов был с левой стороны. Укладываем аккуратненько на прямоугольник. Прижимаем и закрепляем, чтобы ручка у нас не двигалась. Вот. Получилась вот такая вот фигурка. Теперь мы закрываем вторым прямоугольничком лицевой стороной к нашим ручкам. А сверху у нас две полосочки. Это будут наши линии, по которым мы будем прошивать машинным швом, скрепляя заднюю и переднюю стенки. Хорошо, что мы руки закрепили, и они у нас никуда не двигаются. И шить будет удобней. После того, как мы пришили одну сторону, мы получили бок нашей куклы и вшили ручку, мы прошиваем и вторую сторону нашего прямоугольника, чтобы вшить вторую руку и получить еще один бок куклы. Сейчас мы вместе делаем и тело, и вшиваем руки. Все будет вместе. Лучше шить мелкими швами, чтобы у вас после того, как вы вывернете изделие, нитки не торчали. А сейчас мы будем завершать тело куколки и вшивать ноги. Для этого мы поворачиваем нижнюю сторону к себе и берем одну ножку. Вот если руку мы пришивали и держали шов с правой стороны, то здесь мы делаем наоборот. Мы шов держим с левой стороны. И вот сейчас я буду вкладывать эту ножку в заготовленное тело. Вот аккуратненько пропихну. Сдвину к уголку, прошитому уже. Оставлю где-то сантиметр этой трубочки наверху и начну прошивать. Я могу здесь тоже нарисовать себе полосочку, чтобы было ровно. И я видела, сколько от края я отступаю. И начну прошивать. Руки желательно помыть перед такой ответственной работой, чтобы после того, как вы переживали и все это шили, куколка у вас не получилась бы грязной и чумазой с первого раза. Вот я дошила уже до середины прямоугольничка. И теперь уже наступило время, когда я должна вставить вторую ножку. Ее я беру и складываю в прямоугольничек швом с правой стороны. То есть у меня швы должны смотреть друг на друга. Это важный момент, потому что куколка маленькая получается. Если еще и швы будут, вот я ножницами помогаю себе, потому что отверстие уже небольшое, и можно призывать на помощь ножницам. Куколка у нас небольшая, и если у нас еще и швы будут выглядывать наружу, то она будет не совсем аккуратной, а это, в общем-то, не совсем хорошо. Вложили левую ногу в прямоугольничек, придвинули до упора к шву, и вот нужно прижать ее хорошо левой рукой, чтобы не сдвинулась, и зашить полностью отверстие. После того, как мы сделали три шва, у нас должна получиться вот такая фигура. Мы ее поворачиваем той стороны, где у нас видно нитки, которыми мы наживляли ручки. И эти нитки мы снимаем, потому что они нам будут очень сильно мешать вывернуть это наше изделие. Так, вот, все, и мы начинаем выворачивать тело. Просто пропихнули ножки вовнутрь, и получилась вот такая вот фигурка. Подрежем все необходимые ниточки, которые у нас тут мешают. Уберем, чтобы она получилась чистенькой и аккуратненькой. Теперь нужно это тело набить. Для этого мы берем кусочек синтепона и кусочек ватки. Берем немножко ватки, укладываем как бы по длине нашего туловища и обворачиваем его, этот кусочек, синтепоном. Лишнее можно срезать. Нам нужно, чтобы у нас получился такой вот прямоугольничек, полученный вот такой вот валик, мы аккуратненько впихнем в тельце. Далее расправим по всем уголочкам набивку. Выпихнем чуть-чуть аккуратненько так. Если будет мало, то можно добавить. Куколка не должна быть толстой, она должна быть, не должна быть твердой, она должна быть мягкой и очень приятной на ощупь. Чтобы этот синтепон не вылазил, мы перегибаем краешек по всему периметру, хорошенечко ногтями его проходим, проходим по нему ногтем, чтобы он завернулся. А потом уже иголочкой наметываем по краю. Иголку нужно вводить только лишь в шов, потому что он поплотнее, и тогда не будет проскальзывать у нас узелочек. Нужно вокруг пройтись. Это очень важный момент. Не вместе соединить вот так, а именно вокруг. И когда я буду затягивать, мне нужно будет оставить здесь небольшую такую вот дырочку, потому что голову мы будем пришивать сюда, и сюда как раз войдет завязка от чулка, из которого мы будем делать голову. А теперь мы перейдем к операции изготовления головы, ручек, ножек, ушей, носика и всех остальных деталей. Для головы берем кусочек ваты вовнутрь, чтобы у нас была крепкая основа. И начинаем заворачивать эту ватку как валик, но не чтобы он был круглым, а чтобы он был чуть овальным. Вот я завернула его к себе, а потом я делаю маленькое движение слева. Опять я его заворачиваю к себе и подправляю справа вылезший кусочек. У нас должен получиться вот такой вот валик, он как бы сплющенный с двух сторон. Я должна примерить его обязательно к телу, потому что голова у нас получается размером с тела. Меня устраивает такой валик. Теперь облагородим нашу ватку кусочком синтепона. И вот получила вот такой вот овал. Теперь я беру белые колготки, раскрываю их вот на руке и вкладываю эту подушечку, валик свой, вот в эти колготочки. Я выталкиваю немножечко пальчиком и натягиваю. Вот получилась такая вот голова. Нитками я закрепляю у основания. Делаю один, второй виток и два узелка. Я отрезаю нитки, но не голову. Это нужно делать для экономии белых колготок. Носик я делаю просто из синтепона. Сделала шарик из синтепона. Он достаточно упругий. Если не держать его, то он развернется и выпрыгнет. Теперь я раскрываю колготки, вкладываю. И выталкивая снизу вверх, делаю маленький шарик. Та же самая технология. Два раза я окручиваю ниткой, хорошо затягивая, и делаю два узелка. Сейчас я буду делать ушки. Вот чтобы ушки у меня получились одинаковыми, я беру кусочек синтепона и пополам его разрываю, чтобы были равноценные два кусочка. и складываю их. Немножко толстовато получается, поэтому можно даже эту часть разделить на две части. Вот у нас должны получиться две очень тоненьких прокладки. Вот сейчас я одну укладываю. Но технология немножко другая. Если я раньше пихала, когда делала носик, шарик пальцем вытаскивала, то теперь у меня синтепон лежит на пальце. И я как бы вместе с колготками собираю его с большого пальца, и получается вот такая вот плоская лепешечка. Если ваш малыш будет вам помогать, то вам намного проще будет завязывать узелочки, потому что он хотя бы вам поможет тянуть ниточки и сильно их затягивать. Вот. Одно ушко получилось. Обрезаем ниточки и делаем второе ушко. Вот у нас целая гирлянда из деталей. Детали не стоит отрезать от чулка еще и потому, что они мгновенно теряются. Такое тоже бывает. Поэтому детали мы отрезаем только тогда, когда мы собираемся пришить их к туловищу, к телу. Ушки, нос, голова у нас готовы. Нам нужны теперь ручки и ножки. Руки мы будем делать точно так же, как и ушки, потому что они очень похожи. Вот маленькие такие ладошечки, лепешечки, и здесь, и здесь. Только они чуть крупнее, чем ушки по размеру. Берем кусочек синтепона, разрываем его пополам. Начинаем пробовать. Достаточно ли у нас синтепона, чтобы сделать ладошку? Да, этого синтепона достаточно. Последнее, что мы будем делать, это ножки. То есть мы идем сверху. Голову, носик, ушки, ручки. А теперь уже у нас на очереди ножки. Но ножки, как известно, у нас чуть побольше, чем ручки. Поэтому мы в серединку будем класть немножко ватки. Вот оторвала я один кусочек, оторвала я второй кусочек. Нужно всегда пытаться, чтобы кусочки были одинаковые. Это нужно почувствовать, потому что увидеть это вы не сможете так вот на взгляд. А вот руками пощупать и почувствовать, как это. Вот. Сворачиваю. Точно так же, как и голову мы сворачивали. Я сворачиваю и как бы загибаю с двух сторон, чтобы у меня получился валик. Вот получился такой валик. Вторую. Получилось здесь два таких вот валик, которых я буквально не выпускаю из рук, чтобы они у меня не раскрывались. Теперь я их облагораживаю синтепоном. Совсем чуть-чуть для этого стоит. И синтепон помогает, вате не раскручиваться, потому что волокна у него чуть длиннее. И он хорошо так формирует нам валик. И второй тоже. Вот нужно чуть-чуть отступить. Не близко сделать к этим нашим ручкам носику, а чуть подальше. Потому что мы, когда будем делать ботиночки, мы их сделаем вместе с носочками. Сформировала ножку. И завязываю. А теперь мы начинаем сборку куклы. Иголочка у нас здесь осталась от первой операции. Мы не отрезали ниточку. А здесь с нашей гирляндочки отрезаем первую детальку, голову. Разворачиваем ее к себе. И попытаемся вложить вот эту вот отрезанную пипочку в ту дырочку, которая у нас оставалась. И аккуратненько по тайным швам зацепляя только лишь колготки, соединить с телом голову. Проходим по кругу. Не мельчим, но и не делаем очень больших переходов. Голова легкая, и она должна хорошо держаться. У меня все получилось. Это зад. Это перед. Нам это очень важно определить, потому что сейчас мы будем пришивать уши и нос. Вот я теперь протыкаю от шеи на середину моего овала. Вот здесь у меня будет пришито ухо. Теперь я его отрезаю. Сначала одно. Очень-очень маленький узелочек нужно оставить. И вот теперь это ушко я прикладываю плашмя на голову. Иголочкой как бы вдавливаю узелок в голову. А краешки просто между собой по тайным швам соединяю. Вот так получилось наше ушко. Теперь я протыкаю на середину головы. Середина это и по ширине, и по высоте. И здесь я буду пришивать носик. Нос у нас должен быть не пришит наглухо, а только слегка прихвачен. Вот так получился у нас пришитый нос. Вот, начинает рождаться наш кукленок. Теперь отсюда я прохожу к следующему ушку. И у нас получилась вот такая милая головка. Следующим этапом будет пришивание волос. И поэтому мы как бы протыкаем на макушечку иголочку. И не обрезаем ее. Чтобы пришить ручку, я протыкаю с самого начала. Вот этой вот трубочки нашей. И когда уже зацеплено хорошо в шве сидит узелочек, я иголочкой начинаю все эти лохматые кусочки убирать вовнутрь. И у меня получается вот такая вот фигура. Теперь я по самому краешку, точно так же, как я наметывала горловинку, наметываю краешек руки мелкими-мелкими швами. И затягиваю его слегка. Когда это у меня готово, только после этого я отрезаю ручку. Подставляю узелочек в отверстие и начинаю пришивать. Захватывая только лишь белые колготки и маленький-маленький стежок делаю на ткани. Таким же образом пришиваем вторую ручку. Вот теперь у нас есть голова и ручки. Ножку мы отрезаем не близко, как отрезали ручки, ушки, а чуть оттягиваем и отрезаем подальше, где-то на сантиметр-полтора. Почему? А потому что мы сразу же делаем носочек. Раскрыли его. Вставляем буквально в серединку. И прихватываем двумя-тремя стежками, пришивая прямо к ножке. Вот такая у нас получилась куколка. Но еще ее нужно раскрасить, одеть, причесать. Это все мы сделаем на следующем уроке. На следующем уроке вы научите кукол улыбаться, смотреть на мир широко открытыми глазами. Придумайте им симпатичный наряд и очаровательные прически. Не забудьте приготовить шерстяные нитки, разноцветную тесьму, оставшийся кусок рубашечной ткани, гелевые ручки, яркий и бесцветный лак для ногтей, иголки и швейные нитки.